Привет, ребят! У меня сегодня день рождения. Именно в этот день я хочу презентовать свой новый гитарный пак. Называется он просто Quinty и на самом деле выполняет простую, но супер важную функцию для любого аранжировщика, для любого сонграйтера. И функция эта следующая. Это записанные в дорогую гитару PRS Custom 24, записанные в дорогой прибор Kemper, который эмулирует такие усилки, как Angle Fireball, Mesa Boogie, EVH. Это мои любимые усилители. И, собственно говоря, функция следующая. В поп-рок баллады, в такие песни, как Орлы Вороны, мы вдвоем, в просто поп-рок, квинты, хорошо звучащие, записанные в дабли, вставил и получил тот самый кайфовый результат. Вы меня спросите, чем плохо какой-нибудь виртуальный гитарист? Там, в общем-то, это тоже было еще 10 лет назад. Прекрасная вещь, утилитарная, где-то можно ее использовать, но одна большая проблема. Она звучит очень мертво. Очень мертво, поэтому в профессиональном продакшене никогда не используются виртуал-гитаристы. В основном приглашают гитариста, который это играет живьем. Вообще все мои продукты, которые я делаю, я их делаю, по сути, для себя. Потому что я аранжировщик, я путешествующий аранжировщик сонграйтер. Вы знаете, я со своим небольшим сетапчиком, вот типа вот таких вот клавишек и так далее. Я люблю путешествовать. И гитару с собой не потаскаешь. И всегда моя задача была еще с гитарного пака акустики, где я засемплировал классные гитары, да, чтобы у меня эта гитара была под рукой всегда. Я мог всегда ей воспользоваться и получить классный результат. Давайте к делу. Я вам сейчас быстренько покажу, что к чему. Меня просто ждут мои ребятки, малыши, чтобы мы поехали в ресторанчик покушали. Поэтому я быстро. Вот такой вот объемный пак. Большая работа. Но, естественно, вы его получите не в таком виде, а вот в таком. И давайте я вас с ним познакомлю. Итак, пак квинты. Что вы видите на экране? Четыре папки. Папка angle. И в папке angle у нас квинты. У нас ноты. Что это значит? Я сейчас все объясню и покажу. И папка кода. То есть один усилитель, три варианта развития событий. Вторая папка mesa. Эта папка посвящена усилителю номер два. Как из названия, понятно, mesa buggy. Значит, тут то же самое. Те же квинты, те же коды, те же ноты. То есть эти папки, они выполняют функционал одинаковый, что в первом англии, что во второй mesa buggy. Просто разные звуки. Например, вы хотите в этой песне meso использовать, а в другой песне angle использовать. Они звучат по-разному. Одинаково кайфово, но по-разному. И третья папка. Это EVH. И здесь переборы. Они записаны в темпе 75. Здесь где темп, везде все указано. Сейчас я вас познакомлю с тем, как это звучит. А четвертая папка. Это эффекты. То есть переходики, слайды всякие, чтобы партия могла более-менее звучать живо. И давайте теперь я покажу, как это все работает. Я просто открываю новый файл. Прямо при вас. Ба-ба-бам. Ну-ка. И вот у меня, значит, вот уже здесь паки, паки, паки. Сколько у меня мусора все время. Так. Сейчас, секунду. Куда я все время все деваю? Так. Library. 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 Паки. Да вроде я в пак делал. Санграйтер, конструктор. Да еб твою мать. Так. Подожди. Подожди. Надо просто сделать рефреш. Камон. Вот он. Все. Ребят. Так. Чтобы нам было удобно, давайте поставим темп, например, 75. И поставим какие-нибудь барабаны. Ну, скажем, вот из моего пака классика. Например, там, барабаны «Песня жить». Вот они звучат как раз в классической такой парадигме. Класс. И что мы делаем с вами? Мы, например, берем, сейчас послушаем, как звучат квинты. Ну, и давайте берем там ми. Вот написано. Ми низкое. Предположим, у нас в ми тональности. И все. Вот она уже играет. Квинты эти все записаны не в темпе. То есть вы можете использовать в любых темпах. Они записаны по 4 такта. Видите, очень долго длится эта квинта. Она длится достаточно долго. Например, вы захотите это использовать в коду куда-нибудь. то есть вы всегда можете взять, например, раз так порезать и вот так вот ее использовать. Все. Вот вам, пожалуйста, под коду. Но, предположим, давайте мы сделаем сейчас классный ритм и по тактам его используем. Ля давайте поставим. Давайте доа дальше возьмем. Доа. Почему у меня шумит? Так. Ре. Ну, отлично. Вот так вот пока возьмем. Давайте квинточки мы перенесем сюда. Слушаем. Супер. Все. На самом деле, для того, чтобы вот у вас демочка какая-то, все, этого достаточно. Но вдруг нам станет немножечко скучно. Да. И мы захотим чуть-чуть это дело все вот так вот. Вот так вот. Вот так вот сделать. Но на самом деле вот так. И где там у меня вот так вот. Слушаем. отлично. Отлично. То есть вот уже, пожалуйста, переходик, и мы нормально работаем. Дальше. Предположим, мы хотим сделать вот такую штуку перед тем, как у нас вступит кто у нас там вступит? Перед тем, как у нас вступит барабаны, мы хотим сделать такой брейк. Да. Отлично. Поехали. Супер. Чтобы не было пауз, я всегда делаю вот так вот. Оп. Чуть-чуть с заходом и отрезаю. Видим. Бам! Сразу. Класс. Теперь, смотрите, ребятки, я был бы не я, если бы не сделал классные переборчики, штуки, которые могут разнообразить. Естественно, вы понимаете, что это аккомпанирующая гитара. Она не звучит, ну, типа, отдельно, что там, барабаны с этой гитарой, это в редких песнях. Обычно у вас какие-то пианино, там играют скрипки. И вот, что я сделал, чтобы было мясно. Например. Ми. Да? Берем отсюда ми. Это вот мне очень понравилась идея. Это записано на другом усилителе, поэтому это звучит по-другому. Слушаем. Мы можем даже вот так вот скопировать. Вообще будет классно, потому что вот эти штуки, они сыграны. Немножко не строят уже. Неважно. Здесь нету терции, понимаете? То есть это и не мажор, и не минор. Здесь нету терции, определяющей мажор это или минор. Поэтому это можно использовать в разных тональностях. например. Вот смотрите. У нас вот эта штука в ми мажоре в ми записана. Видите? Я просто беру ее, копирую. Она в ми. И она везде у нас канает. Слушаем. Да, вообще просто здесь я уже хочу не так, а я хочу слайдик бахнуть. Слайдик. Где у меня слайдик? Какой-нибудь номер три давай. мы его еще не использовали. вот так вот. Вот так вот. Ребятки, по-моему, это классная мысль. Теперь я езжу везде по сути своей гитарой. Смотрите. Это был у нас кабинет, усилок, который называется Engel. Все то же самое есть в Mesa Boogie. Давайте мы теперь эту Mesa Boogie поюзаем и сделаем примерно то же самое на другой гармонии и я вам покажу как это звучит. Кстати, смотрите, есть одна очень важная вещь. Сейчас я покажу вместе с пианино. Сейчас я покажу вместе с пианино. Откроем любое пианино контактовское и вот смотрите какая вещь. Дело в том, что квинты они не везде идут. если у вас например какая-то сложная гармошка так где там пианино сейчас у меня есть клавиши работают какие-нибудь и это еще что. Ёпту о ну предположим знаете предположим вы хотите так то есть у вас в басу не ми а например фа диез а в правой руке ре мажор то есть вы берете ре мажор а в басу у вас фа диез а не ре и в этот момент какую сюда квинту вставлять если вставить квинту ре то будет грязь потому что в басу фа диез звучит сейчас я вам короче давайте я вам покажу и я этот вопрос тоже естественно решил вот я я сейчас навалял насоронял короче уберу сейчас лишние ноты смотрите в чем фишка видите тут бас идет бас идет как бы терций слушаем видите бас ми фа ди соль ми и мы такие говорим ну в чем проблема чувак давай мы возьмем и вставим квинты я говорю ну давай вставим послушаем что получается давайте вставим квинту ми обрезаем по аккордам да так ми дальше что у нас фа диез вы говорите ну давайте дальше идет фа диез соль дальше идет я никогда не знал что я вот так вот буду легко расставлять свою собственную гитару и кайфовать соль и ми да у нас последнее то есть ми фа диез соль ми опять ми ну давайте все опять ми и давайте послушаем какая срань у нас получилось почему потому что гармония не совпадает слушаем я чуть тише сделаю гитару слышите потому что вот вот смотри какая срань и тут а я объясню почему потому что у нас то здесь аккорд другой в правой руке в правой руке аккорд например ми соль до это до мажор просто мы в басу взяли ми да но квинта то гитарная она ми си она ми минор как бы или ми мажор то есть не до не как здесь здесь другой аккорд и как решать этот вопрос а я вам сейчас покажу а я вам сейчас покажу и как раз у нас берется папочка которая называется ноты и мы что делаем вот у нас фа диез срань убираем и ми срань убираем берем здесь фа диез берем здесь фа диез опа и берем ноточку ми отлично и теперь слушаем как это работает кайф а а теперь с барабасами и получается вообще в общем так гитаристы и играют на самом деле ребят а теперь вот так вот звучит у нас месо я еще называю мясо я обожаю этот я обожаю этот усилок на самом деле и хочу здесь попробовать давайте попробуем еще вот эту штуку сделать так ре 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 ну-ка здесь вообще ля попробуем ля соль как работает хорошо так а ну-ка до сейчас соль здесь берем соль отлично вообще смотрите какой аккорд последний красивый получился здесь что у нас класс теперь мы берем просто ребят уж простите но я не могу удержаться мы берем какие-нибудь скрипки какие-нибудь какие где скрипки ну вот где скрипки ну вот например да вот зелененькие мои любимые мы берем скрипки где октава ага отлично ну-ка кайф так мы берем скрипки сыграли давайте возьмем вторые скрипки берем вторые скрипки дубликейт где-нибудь высокую сыграем поехали так ну чё котята давайте басочек сыграем и что у нас получается какой-нибудь бас предположим вот такой да так о еще раз обосрался там где-то ну чё вы чувствуете что здесь уже в принципе играет нормальная такая аранжировка которая вообще денег стоит да и все это кайфово представьте что например вот сюда на вот этот вот вот эту штуку можно еще накинуть офигенный какой-нибудь да почему офигенный обычный самый дилей давайте мы возьмем его и накинем какой у нас там есть waves да все любят delay waves все любят блять кто все почему его все любят ну я я знаю почему все любят потому что все на шару его скачали а я блять покупал вот так пинг-понг сделаем давайте четвертями пусть он херачит ну-ка послушаем так вот где он вот тут а это не сюда он нам не нужен нам он нужен вот сюда нам он нужен вот сюда hdlay ну-ка послушаем ребят кайф ну а теперь слушаем супер ребяточки в этот день рождения не знаю что будет в тот но в этот день рождения я вам презентую этот пак и дарю скидку на него поэтому он стоит всего не помню по-моему 2 990 а потом он будет стоить гораздо больше потому что он реально крутой это просто крутой помощник и вот мы даже сегодня разговаривали с Лешей Разумовым и он мне сказал что ему бы такая штука очень пригодилась в работе потому что для того чтобы достичь просто нормального звучания гитары у него уходит порой на этом масса времени он сочетает там всякие разные ВСТшки из каких-то библиотек нахер это надо когда теперь есть записанная дорогая хорошо записанная гитара в хорошие усилители с хорошими оцифровщиками все прекрасно звучит она уже даже чуть-чуть подсведена там где-то лишний низочек серединку я подрезал чтобы оно все звучало в миксе уже хорошо поэтому все ссылки в описании это отличный продукт для всех тех кто не хочет париться заморачиваться учиться играть вот вы видите как это работает все ровно за 5 минут все подписано все на русском вам не придется даже учить английский язык чтобы понять там д д е е м блять все по-русски до нахуй до диез все все ясно как в белый день котята я побежал тусоваться а а вы побежали покупать этот замечательный гитарный пак все всех люблю целую спасибо за поздравления заранее мне будет очень приятно почитать ваши классные комменты все пока пока